Беседа 8, 374, о покаянии. Хотя вчера я отлучился от вас, но не по своей воле, а по необходимости. Отлучился от вас телом, но не сердцем. Отлучился плотью, но не мыслив, потому что я, насколько было сил моих, обнимал всех вас и носил в своей памяти. И вот опять, братья, лишь только временно эта болезнь оставила меня, я как можно скорее поспешил увидеть лицо ваше и с остатками еще недолго побежал к вашей любви. Больные, изучившись от недолго, спешат в купальне и бани. А я чел достойным посмотреть вожделенные лица ваши и удовлетворить по долгу моему вашему желанию слушать меня. Пожелал увидеть это великое море, в котором нет соли. Море, не вздываемое волнами. Пришел я посмотреть вашу очищенную ниву. Где в самом деле такая пристань, как церковь? Где такой рай, как наше собрание? Нет здесь змея-новетника, но Христос открывающий тайны. Нет Евы-виновницы падения, но церковь-восстановительница падшего. Нет здесь листов древесных, но плод духовный. Нет здесь ограды терновой, но лоза плодовитая. А если я найду здесь терновник, то превращу его в маслину, потому что то, что бывает здесь, зависит не от недостатка природы, а от свободного произволения. Если же увижу я волка, сделаю его овцою, не через изменение самой природы, а переменой его воли. Поэтому не погрешил бы тот, кто назвал бы церковь лучшую ковчега, потому что ковчег принимал животных и сохранял их такими же животными. А церковь принимает животных и применяет их. Например, вошел туда ястреб, и вышел он оттуда ястребом. Вошел волк, волком и вышел. А здесь, кто входит ястребом, выходит голубем. Входит волк, выходит овца. Входит змея, выходит ягненок. И потому что переменяется природа от того, что зло изгоняется. Вот почему я не просто не перестаю говорить вам о покаянии, потому что покаяние тягостное и страшное для грешника. Есть врачерство грехов, средство, истребляющее беззаконие, иждивение слез, дерзновение к Богу, оружие на дьявола, меч, отсекающий его голову, надежда на спасение, устранение отчаяния. Оно отверзает человеку небо, оно возводит его в рай, оно побеждает дьявола. Вот почему не перестаю беседовать о покаянии, не вселяющим в нас смелую надежду на победу над врагом. Ты грешник? Не отчаивайся. Не перестану укреплять вас этими лекарствами, потому что знаю я, каково это оружие против дьявола, не предавайте нам отчаянию. Если у тебя есть грехи, не отчаивайся. Не перестану постоянно повторять это. И каждый день согрешаешь, каждый день кайфе. Подобно тому, как в обветшавших домах, когда они сгниют, мы удаляем сгнившие части и заменяем новыми, и никогда не покидаем подобных забот. Так точно и ты. Отвечал сегодня от греха? Обнови себя покаянием. Можно ли, скажешь, спастись покаявшемуся? Вполне возможно. Хотя бы я всю жизнь провел в грехах, но если покаюсь, по сути, конечно. Чем это может быть доказано? Милосердием твоего владыки. Разве я надеюсь на твое покаяние? Разве твое покаяние может в самом деле очистить такие скверны? Если бы одно только покаяние было, тебе действительно следовало бы бояться. Но так как с покаянием соединяется Божье милосердие, а божественного милосердия меры нет, и нельзя изречь словом его благости. Твоя злоба имеет меру, а у врачевства нет меры. Твоя злоба, какова бы ни была, есть злоба человеческая. А человеколюбие Божие неизреченно. То надейся, что оно преодолеет твою злобу. Подумай, может ли упавшая в море искра светиться? Как мало искра в отношении к морю, так ничтожен и грех в отношении к милосердию Божию. Да и не так, а в гораздо сильнейшей степени. Потому что море, как бы оно велико ни было, все же имеет пределы. А Божие милосердия безграничны. Говорю, это не с той цели, чтобы сделать вас нерадивыми, но чтобы внушить вам больше ревности. Часто убеждал я не ходить в театр. Ты слышал, но не повиновался. Ходил в театр, не послушал моего слова. Не стыдись опять прийти сюда и слушать. Слышал, скажешь ты, и не исполнил. Как могу прийти сюда опять? Но ты, по крайней мере, уж сознаешь, что не исполнил. Ты уже стыдишься, тебе совестно. Ты без всякого обречителя налагаешь уже на себя узду. Слово мое уже охоренилось в тебе. Поучение мое исправляет тебя даже без моего присутствия. Ты не соблюл сказанного, но ты осудил себя. И тем наполовину уже соблюл. Хоть ты и не соблюл, однако признался, по крайней мере, что не соблюл. Кто осуждает сам себя за неисполнение, тот стремится уже к выполнению. Ты был на зрелище, совершил преступление, стал пленником блудницы. Но, вышедший из театра, ты опять опамятовался и почувствовал стыд. Зайди. Ты опечалился? Помолись Богу, ты недалек уже от исправления. Горе мне скажешь, слышал я и не исполнил. Как войду в церковь? Как стану опять слушать? Но тогда-то напротив и войди сюда, когда не соблюл, чтобы опять высушить и исполнить. Если врач приложил тебе пластырь, то не вылечит тебя, то не прикладывает ли опять на другой день. Когда дровосек, желая срубить дуб, берет топор, рубит корень, то если с одного удара не упадет бесплодное дерево, не наносит ли он второго удара, четвертого, пятого, десятого? Так и ты делай. Блудница, тот же дуб, бесплодное дерево, произращающее желуди, пищу бессловесных свиней. Она издавна укоренилась в сердце твоем, в деревянной ограде заключила твою совесть. Слово мое тот же топор. Ты слушал его один день? Как же в один день упадет то, что вкоренилось издавна? Если и дважды услышишь, если и трижды, если и сто, и тысячу раз, не будет удивительно. Только вырви застарелый порог дурную привычку. Манну вкушали иудеи, требовали египетского луку, говоря, хорошо было нам в Египте. Так гнусная и зловредна привычка. И хотя бы ты десять дней пожил добровольно, добродетельно, хотя бы сто, триста дней, я не буду еще доволен и стану благодарить и обнимать тебя. Я хочу только одного, чтобы ты не ослабевал, остыдился бы и осуждал себя. Триста семьдесят шесть. Опять беседовал я о любви. Ты выслушал, ушел и ограбил. Делами ты не оправдал наставление. Не стыдись вновь прийти в церковь. Стыдись грешить, но не стыдись каяться. Смотри, что сделал тебе дьявол. О двух вещах следует рассудить. О грехе и покаянии. Грех есть рана, покаяние врачество. Что для тела раны и лекарства, то для души грехи и покаяния. Но грех сопровождается стыдом, а покаяние дает дерзновение. Обратить тщательное внимание, умоляю тебя на слова мои, чтобы тебе не смешивать предметов и не лишиться пользы от моего наставления. Язва и врачевство – грех и покаяние. Язва, грех, врачевство, покаяние. В язве – гной, в лекарстве – очищение гноя. В грехе – гной, во грехе – поношение, во грехе – посмеяние. В покаянии – дерзновение, в покаянии – свобода, в покаянии – очищение грехов. Обратить тщательное внимание. За грехом следует стыд. Покаяние сопровождается дерзновением. Поразумел, что говорю я? Сатана извратил естественный порядок, греху он дал дерзость, а покаянию – стыд. Не остану до вечера объяснять это, до тех пор, пока не разрешу того, о чем начал говорить. Я должен исполнить обещание и не могу отступить. Есть язва и лекарство. В язве – гной. Лекарство обладает силой очищать гной. В лекарстве или гной? В язве – лицелительная сила? Не имеет ли и то, и другое своего собственного свойства? Может ли сообщиться первое последнему или последнее первому? Ни в каком случае. Перейдем к душе, отягченной грехами. Грех имеет своим уделом поношение и бесчестие. Покаяние сопровождается смелой надеждой. Покаяние соединено с постом. Покаяние дает оправдание. Скажи свои беззакония прежде, и оправдаешься. Праведный сам, первый, самого себя оглаголует. Итак, сатана, зная, что за грехом следует стыд, который легко может отвратить от него согрешающего, а покаяние сопровождается дерзновением, которое в силах привлечь кающегося, извратил естественный порядок, и стыд отдал покаянию, а дерзновение греху – каким же образом? А вот как. Пленяется кто-нибудь безумной страстью к всенародной блуднице. Следует он за блудницей как пленник, ходит в ее жилище, и, не стыдясь, ни краснея, отдается блуднице, совершает грех, и нет он ни стыда, ни стеснения. По окончанию греха он выходит оттуда и стыдится покаяться. Несчастный, когда отдавался блуднице, тогда тебя не было стыдно, а когда пришел каяться, тогда стыдишься. О чем он, скажи мне, стыдится теперь, если не стыдился, когда предавался блуду? Делает постыдное дело и не стыдится, а слово – стыдиться. Злодейство дьявола это. В грехе он не допускает ему стыдиться, а всенародно дозволяет ему бесчестить себя, потому что знает, что если грешник почувствует стыд, то убежит от греха в покаяние, напротив, заставляет его стыдиться в покаянии, зная, что стыдящийся – не покается. Два зла учиняет он, вовлекает в грех и удерживает от покаяния. В чем же стыд, наконец? Когда предаешься блуду, не стыдишься, а когда принимаешь врачерство – стыдишься. Тебе стыдно, когда освобождаешься от греха. Когда надлежало тебе стыдиться, тогда должен был чувствовать стыд, когда грешил. Когда был грешником – не стыдился. Когда же стал праведником – стыдишься. Скажи мне твои беззакония прежде – да, правдишься. О, милосердный владыка! Не сказал, чтобы не быть наказанным, но да, правдишься. Неужели для него недостаточно, что ты не наказываешь его, а еще делаешь праведным? Подлинно так. Но обратите тщательное внимание на изречение. Праведником говорит – сделай его. Где же сделал это Бог? Когда он спас разбойника за то лишь, что тот сказал другому. Или ты не боишься Бога? Достойное мы по делам нашим приняли. Спаситель говорит ему – ныне же будешь со мною в раю. Не сказал, освобождая тебя от наказания и муки, но вводит его оправданным в рай. Видишь, как он через исповедание стал праведником. Много милосерд Бог. Он сына не пощадил, чтобы пощадить раба. Предал единонародного, чтобы искупить неблагодарных рабов. Кровь сына своего положил вместо цены. О, человеколюбие, владыки! И не повторяя мне опять – много согрешил я. Как я могу спастись? Ты не можешь, владыка, твой может. Итак, что изглаждает грех? Тщательно внимая слово. Изглаждает он так грехи, что не остается даже следа их. На телах это невозможно. Как бы много ни старался врать, сколько бы с надоби и не прикладывал к ране. Только рана скроется, и часто случается, что кто не получит удар по лицу и залечит рану. А шрам остается и безобразием лица, указывает на бывшую рану. Врач старается всевозможными средствами уничтожить и шрам. Но оказывается не в силах, потому что ему противится и слабость природы, и бессилие искусства, и ничтожество лекарства. Когда же Бог изглаждает грехи, то не оставляет ни шрама, не попускает остаться и следу, но вместе со здоровьем дарует и благообразие, вместе с освобождением от наказания дает и оправдание, и делает согрешившего равным не согрешившему. Он уничтожает грех и обращает его ни во что, как будто его и не было. Так он истребляет всего, что не остается ни шрама, ни следа, ни приметы, ни знака 378. Но откуда видно это? Я должен представить и доказательства тому, о чем говорю. Но не от собственных домыслов, а от писаний дать подтверждение, чтобы свидетельство было вполне надежно. Приведу вам в качестве доказательства людей, покрытых ранами. Целый народ, исполненный язвами, гноем, червями, для того, что он весь рана, весь язва, и однако может так излечиться, что не останется ни шрама, ни следа, ни знака. Приведу людей, которые имеют ни одну рану, ни две, ни три, ни четыре, а в ранах с ног до головы. Прилежно внимай словам моим, потому что всех касается это наше спасительное слово. «Я приготовляю лекарства, лучшие, чем готовят врачи, такие, каких не могут приготовить и цари. Что может царь? Выпустить может из темницы, но освободить от гиены, не силов, может дать денег, а души спасти не в состоянии. Я вручаю вас покровительству покаяния, чтобы вы узнали его могущество, чтобы узнали его силу, чтобы узнали, что грех не может победить его, и что нет греха, который в силах был бы преодолеть его могущество. Приведу ни одного, ни двоих, ни троих, а тысячи людей, покрытых с трупами, язвами, зараженных бесчисленными грехами, которые так могли спастись покаянием, что не осталось ни следа, ни знака прежних язв. Но усердно внимайте словам, да и не только внимайте, а и запоминайте то, что будет сказано, чтобы вы могли наставить и отсутствующих, и таким образом возжечь ревность тех, которые лишены пользы нынешнего слова. Итак, пусть предстанет Исайя, зревший серафимов, слышавший их таинственную песнь и прорехший много о Христе, спросим, что говорит он. Исайя 1.1. Видение Исайи, сына Амосова, которое он видел о Иудее и Иерусалиме в одни озии, яфа, махазы и веки царей иудейских. Исайи, скажи, видение какое видел ты, скажи мне, слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит. Иное ты обещал и иное говоришь. Что же иное обещал я? Начинаешь словами видение на Иудеи и на Иерусалим, а потом оставив Иудеи и Иерусалим, беседуешь с небом и обращаешь слово к земле, оставив же и словесных людей, беседуешь с бессловесными стихиями. Это потому, что словесные стали неразумнее бессловесных. И не только поэтому, но подобно тому, как Моисей, намереваясь ввести иудеев в землю обетования и предвидя будущее, что они пренебрегут дарованными им благами, говорит, слушай небо, и да внимает земля глаголом уст моих. Второзаконие 32.1. За свидетельствую вам, Иудеи, небом и землею, говорит Моисей, что если войдете в обетованную землю и оставите Господа Бога, то рассеяны будете по всем народам. Так и Исайя, когда при нем угроза готова была исполниться на деле, не мог призвать вас свидетеля умершего уже Моисея и тех, кто слышал его и давно скончался. Почему я и призываю свидетелей, свидетелями те самые стихии, которыми свидетельствовал Моисей. Вот вы отпали от обетования, вот вы оставили Бога. Как поставлю свидетелей тебя, Моисей? Ты умер и скончался. Как призову Аарона? И он предался смерти. Не можешь поставить меня в свидетели. Призови стихии, потому что и я при своей жизни не свидетельствовал ни самим Аароном, ни кем другим, потому именно, что они должны были скончаться. А пребывающими стихиями засвидетельствовал вам небом и землею. Итак, Исайя говорит, слушайте небеса и внимай земля. Вас повелел призвать сегодня свидетели Моисей. Но не потому только призывает он эти стихии, а и потому еще, что он говорил к Иудеям. Слушайте небеса, потому что ты одождила манну, слушай земля, потому что ты дала перепелов. Слушайте небеса, слышь, потому что ты одождила манну, ты явилась сверхъестественная. Вверху было и гумну уподобилось. Внимай земля, потому что ты была долу и устроила трапезу без предуготовлений. Бездействовала природа, но действовала благодать. Не трудились валы, но произрастал колос. Не было ни рук во поварских, ни приказания, но манно освященный источник служила им вместо всего. Природа забыла о своей немощи. Как не изнашивались одежды их, как не ветшало обу их, все готово было к их услугам. Слушайте небеса и внимай земля. Несмотря на все удостоверения, божественного покровительства и явные благодеяния, владыка терпит оскорбления. Кому обращу слово, как ни к вам? Человека не имею, который послушал бы меня. Вот я пришел, и нет человека. Говорил, и не было слушающего. Неразумными беседуй, потому что разумные пали ниже неразумных. Поэтому и другой пророк, видя, как безумствует царь, как почитается кумир, а Бог предается бесчестию, и все, одержимый страхом, говорит, послушай, алтарь, послушай меня. Ты говоришь, с камнем? Да, потому что царь бесчувственнее камня. Послушай меня, алтарь, послушай, так говорит Господь. И тот час же алтарь растелся. Камень послушал. Камень распался и пролил жертву. Как же не услышал человек? Он просер руку свою, чтобы схватить пророка. Что же делает Бог? Он сделал сухой его руку. Примечай, что сотворил Бог. Заметь милосердие владыки и грех раба. Почему с самого начала не сушил он его руки? Потому что хотел вразумить его разрушением камня. Если бы не разрушился камень, пощадил бы и я тебя. Но так как камень развалился, а ты не справился, то навожу на тебя гнев мой. Простер царь руку свою, чтобы схватить пророка. И высохла рука. Так водружен был трофей. Столько оруженосцев и вождей. Такое громадное войско присутствовало здесь. А он, царь, не мог согнуть руки свои. Рука так и оставалась простертой, громко возвещая о поражении нечестия и победе благочестия. Милосердие Божиим и обезумие царя. И согнуть ее царь не мог. 381. Но чтобы нам при постоянных уклонениях в сторону не потерять из виду нашего предмета, покажем то, что обещали. Что же я обещал? Обещал я доказать, что если кто имеет и множество ран, но покается и сделает доброе дело, то Бог так заглаждает их, что не остается ни знака, ни следа, ни признака грехов. Это я обещал. Это постараюсь доказать. Слушайте небеса и внимай земля, ибо Господь говорит, скажи мне, что сказал? Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего и осел яс и господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный. Зачем он говорит это? Разве нет надежды на спасение? Зачем, скажи мне, говоришь ты, увы? Затем, что не нахожу исцеления. Почему говоришь, увы? Потому что давал я врачиство и не зажила рана, поэтому я и отвратился. Что же мне делать? Не стану и стараться об извлечении. Словом, увы, он подражает плачущей женщине и хорошо поступает. Обратите, прошу вас тщательное внимание. Почему говорит, увы? Потому что то же самое бывает и при телесных болезнях. Когда врач видит, что для больного нет надежды на спасение, то плачет. И домашние его с родственниками рыдают и стинают, но уже тщетно и напрасно. Потому что когда больной должен умереть, то хотя бы восплакал весь мир, он не воздвигнет его. Плач этот происходит, следовательно, от печали, а не от того, что будто бы он мог возвратить здоровье. Но в отношении к душе этого не бывает. И если ты восплачешь, то часто случается, что и воскресишь мертвого душой. Почему? Потому что умершее тело не восстает человеческой силой, а умершая душа восстает через покаяние. Смотри на блудника и восплачь о нем, и не раз восставишь его. Поэтому-то и Павел не только писал, не только увещевал, но и слезно плакал, уча тому же всех вас. Пусть ты учишь. Для чего еще и плачешь? Для того, чтобы, если бессильно будет наставление, помогли слезы. Так точно плачет и пророк. И Господь наш, предвидя разрушение Иерусалима, говорит, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, и камнями побивающий посленность к нему, обращается с речью к падшему городу, подражая плачущему человеку. Так и пророк говорит, увы, народ грешний, исполненный беззакониями. Нет здорового места на теле, видишь, как они покрыты язвами. Увы, народ грешний, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Голодом ли поражу вас? Чем еще поражу? Губительной ли язвою? Все наказания посланы, а нечестье ваше не истребилось. Во что вас бить еще продолжающие свои упорства? Вся голова в язвах и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем. Ты платишь, скорбишь, рыдаешь, считаешь раны, а потом говоришь, нет помощи, нет места чистого, где бы не было язвы гноящейся раны. Обрати внимание, рана называется так тогда, когда все прочие части тела здоровы, а одна часть поражена несчувствительностью. А здесь пророк говорит, что все тело, труп, от подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Все это сделал я, и вы не исправились. Я употребил все искусство, а больной остается мертвым. Придите, услышьте слово Господне, слушайте, князья Содомские, внимая законы Бога нашего народа Гоморский, к чему мне множество жертв ваших, говорит Господь. Я присыщенся сожжениями овнов и туком откормленного скота. Так что же, он обращает речь к садомлянам? Нисколько, а самих уидеев называет садомлянами, так как они подражали образу жизни последних, то и называет их именем. Я присыщенся сожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных курений, отвратительно для меня. Новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть беззакония и празднования. Что может сравниться с таким гневом? Пророк призывает свидетелей неба, плачет, проливает слезы, рыдает и говорит народу израильскому. Нет исцеления. Бог гневается, он не принимает ни жертвы, ни новомесячья, ни субботы, ни семидала, ни молитвы, ни воздеяния рук. Видишь язву? Видишь не исцельную болезнь ни у одного, ни у двоих, ни у десяти, а у тысячи? Что же затем? Стих 16. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Есть ли грех, за который можно бы предавать отчаянию? Сам Бог говорит, не слышу вас. И затем говорит, омойтесь. Для чего ты говоришь это? То и другое говорится для пользы. То, чтобы меня устрашить, другое, чтобы привлечь. Если ты не слышишь их, у них нет надежды на спасение. Если они не имеют надежды спастись, то как говоришь ты? Омойтесь. Но он есть человеколюбивый отец, единый, благий, милосердствующий более всякого отца. И чтобы увериться тебе, что он отец, он говорит им, что сделаешь с Иудой? Не знаешь, что сделаешь? Знаю, но не хочу. Свойство грехов требует наказания, но обилие милосердия удерживает. Что сделаю тебе? Пощежу ли тебя? Но ты станешь еще беспечнее. Поражу ли тебя? На этого не терпит милосердия. Что сделаю тебе? Истреблю ли тебя огнем, как садом, или разрушу тебя, как гаморру? Повернулась во мне сердце мое, вся внутренность моя. Бесстрастный подражает страстному человеку или лучшей нежно любящей матери. Повернулась. Так сказала бы жена отроку, превратилась в сердце мое по природе материнской. Но он не удовольствовался первыми словами. Смутился в раскаянии моем. Бог ли смущается? Нет, да не будет. Божество чуждо смущения. Но, как сказал я, Бог подражает нашей речи. Повернулась во мне сердце мое. Омойтесь, очиститесь. Что я обещал вам? То, что Бог, принимая кающихся грешников, хотя бы обремененных бесчисленными грехами и покрытых греховными струбками, так врачует их, что у них не остается ни следа грехов, не остается ни знака, не остается никакого напоминания. Омойтесь, очиститесь. Удалите лукавые дела ваши от духа ваших. Научитесь делать добро. Какое добро повелеваешь ты делать? Исайя 1,17. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Ступайтесь за вдову. Не тяжкие повеления. Сама природа ведет к ним. Потому что, естественно, оказывается страдание к женщине. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Сделайте ничтожное, а остальное приложу я. Немногое дайте мне, и я дару и все. Придите. Куда же пойдем? Ко мне, которого вы раздражили, которого прогневали. Ко мне, который сказал, не слушаю вас. Чтобы устрашившись угрозы, утолили вы гнев мой. Придите к неслышащему, чтобы я услышал. Что же сотворишь ты? Не оставлю следа грехов, не оставлю знака, не оставлю струпьев. Придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряная, как снег, убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну, убелю. Неужели нигде нет струпа? Нигде скверны? И даже еще светом чистоты. Неужели нигде нет черноты, нигде нет пятна? Как же будет это? Но разве не таковы обетования? Если захотите и послушайтесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Ибо уста Господни говорят. Вот ты видел не только величие обетования, но и достоинство даровавшего их. Все возможно Богу могущему сделать чистое и скверного. Итак, прослушав слова Его и познав врачество покаяния, станем воссылать Ему славу, ибо Его слава и держава вовеки. Ани!